всем привет дорогие друзья с вами крымский влог и я артем лавриненко очередная наша прогулка по севастополю и сегодня мы с вами прогуляемся по самым красивым пляжем города мы сегодня с вами съездим на яшмовый пляж но съездим туда не просто так потому что просто так мы уже там были мы сядем на каяк и доплавим до скал орест и пилат а потом соответственно на обратном пути я заеду на пляж каравелла где право покажу вам еще одну из достопримечательностей нашего города это грот дианы в общем друзья как всегда будет интересно и полезно но пока не началось видео обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк и напишите свой самый пламенный комментарий а также переходите в телеграм потому что там все самое интересное про крым и севастополь ну что ж друзья приятной вам прогулки начинаем начинается наша сегодняшняя прогулка друзья мы сегодня решили поплыть на каяке но построили маршрут таким образом что мы должны были обогнуть мыс фиолент проплыть через грот дианы и доплыть до пляжа банки но к сожалению оказывается за мысом фиолент плавать нельзя мы только что со слова прозвонили кстати вот он слова слова поздороваться вот всем привет мы короче позвонили во все программ вагбагран не погран штаб черноморского флота даже позвонили и нам запретили сказали что нельзя там плавать есть вероятность что могут подходит какие-то рапторы прилететь вертолеты короче все как в боевиках из-за каких-то двух каякеров я вот конечно слабо верю но сказали ходить нельзя нужно подавать заявку заявка будет месяц рассматриваться короче куча бюрократии поэтому к сожалению мы туда сегодня не пойдем но мы решили воспользоваться возможностью той которая есть для того чтобы не оставлять вас без шикарного контента поэтому поплывем до ореста и пилады до офигении туда поплывем в ту сторону потом развернемся поплывем до скалы святого явления поднимемся на нее обязательно подойдем кресту плаклонному и пойдем в сторону туда возможно василий возможно туда доплывем короче вот такие дела ну и вкратце о том месте где мы находимся мы находимся на яшмовом пляже это одно из самых популярных мест в городе севастополе одно из самых красивейших поэтому здесь всегда много людей с самого утра пляж этот находится на мысе фиолент под свято-георгиевский монастырем вот как раз кусочек купола там видно спуск сюда считается довольно таки сложный но наверное больше не спуск а подъем потому что это около 900 ступенек которые нужно преодолеть вверх по жаре под палящим солнцем кстати не всегда частями под деревьями но это многих туристов останавливает но многих нет здесь конечно же есть все блага жизни последнее время раньше это был абсолютно дикий пляж а здесь шезлонги кафе магазины каяки и даже сделали вот такой вот непонятный ресторан или кафе но наверное что-то вечернее видите такое со столиком красивая ну понятно многих людей это конечно возмущает потому что все хотели бы чтоб яшмовый пляж оставался более диким и более доступным потому что здесь береговая линия не такая широкая так ну что вроде все рассказал до отправляемся путь то друзья мы на полпути к долларам а растопила кстати это а доллары или нет напишите пожалуйста в комментарии то читаю доллары по моему гурзуцкие есть но они по моему никаких названий не имеет или это есть название доллары я что-то не загуглил перед тем как отправляться но в общем две скалы о рост и пилат перед нами и скала офигения вот и мы уже на воде слайк там масла и сзади славян ты как небольшая волна слушайте но кстати вот вдвоем мы вышли в первый раз на каяке и такие ощущения неоднозначные когда один все-таки как-то поудобнее что ли да да устойчивее как-то контролируешь всю ситуацию больше когда когда вдвоем как-то надо вот немножко приловчиться чтобы вдвоем месте грести и так далее в общем друзья надеюсь вы видите какой сзади шикарный вид на яшмовый пляж там как раз видно всю скалу и даже часть монастыря наверно наверху видно вода здесь просто шикарная вообще яшмовый пляж кстати славится тем что вода здесь конечно же прозрачная посмотрите прям лучки солнца проходят здесь видно какая она красивая ну и чего так вот покажу вам здесь кстати вот этот пляж он такой более дикий здесь кстати очень много нудиков мы прошлый раз когда ходили здесь прям загорали люди голышом когда-то он принадлежал военным сейчас почему-то здесь никого нет вот видите как раз сверху там домики находятся видимо там когда-то жили военные сейчас там никого нет ну вот так вот чтобы было четче видно вот как раз со стороны моря вот так вот выглядит пляж яшмовый вот от скала не знаю как называется которая находится перед нами сверху монастырь скала святого явления и все где-то там василий кстати до василина вы сказали 4 километра идти даже больше до 5 вот поэтому мы туда да там прям скала стена поэтому мы туда не пойдем не особо хочется грести вот мы друзья и добрались до роста и пила да а за ними находится их вернее сестра о роста офигения кто из них кстати кто я так и не знаю может кто-то из вас знает напишите обязательно об этом в комментарии потому что ни на одной карте к сожалению не указано естественно вы все спросите что за название ора спела от офигения кто эти люди почему их именами назвали эти прекрасные скалы друзья дело в том что это все идет из греческих мифов греческой мифологии есть прекрасный рассказ о том как царь агамем нам все началось с него наверняка многие из вас его знают по фильму троя но если не читали греческую мифологию так вот он однажды убил священного оленя который принадлежал богине артемида артемида разгневалась на него и в тот момент когда агамем он пошел на трою то два дня не было ветра попутного но собственно в то время как вы помните корабли плыли за счет ветра за счет парусности поэтому она ему сказала появится ветер в тот момент когда ты отдашь мне в жертву свою дочку которую собственно звали офигения агамем нам конечно же так как был царь воинственный легко принимал решение сказал окей давай но в тот момент когда все дошло до дела и нужно было действительно принести ее в жертву артемида ее пожалела и сказала я тебя отправлю на берега тавриды где есть мой храм где ты станешь его жрицей вот агамем нам пошел в это время на трою победил ее вернулся и попал предательство и немилость своей супруги к сожалению не запомнил как ее звали ну ее роль маленькая в общем она его предала убила и взошла на трон у них был общий сын которого звали орест орест испугался и уехал жить в другое царство где был сын правителя которого звали пилат они подружились с ним собственно и в какой-то момент орест пилатом вернулись орест убил свою мать отомстил за отца в грецию вот и в этот момент на него разгневались боги и дали ему задание сказали мы тебя простим если ты поедешь на берега тавриды найдешь храм артемиды и заберешь там священную статую орест пилатом сели на галеру на корабль и поплыли припарковали корабль где-то вот в этих берегах возле фиолента и пошли собственно искать храм когда шли и поймали злые тавры и перевели к офигении к жрице дабы казнить но жрица узнала в лице двух мальчишек признала одного из своих братьев которого звали орест и собственно вместе со статуей решила отсюда уплыть вернуться домой в грецию они поговорили с таврами сказали что нужно произвести омовение этой священной статуи и собственно отправились в море нашли припаркованный корабль вернее галеру пороста и пилада и отправили грецию где в греции офигения служила жрицы и в афинах в храме все той же артемиды в общем вот такая вот незамысловатая история друзья которые я растянул аж на целых четыре минуты надеюсь вам видно этих красавцев вот с тех пор они именуются этими прекрасными именами вообще у нас очень большая греческая мифология очень большой след оставила на крым друзья то же самое и скала святого явления она тоже там идет с восемьсот девяносто первого года истории и начинается опять же когда греческие корабли к рыбаки заблудились в шторме и начали молиться и призывать святого георгия не он собственно явился и спас их о точно смотрите здесь кстати есть такой небольшой пляж прям вот здесь на мысом ноги под мысом многие фотографируются вот он сверху мы сейчас поэтому припаркуемся на этом пляже ки отдохнем немножко и пойдем в обратную сторону но красота здесь конечно же не описываемая ну что сделали мы небольшой привал вышли на берег здесь прям под мысом фиолент есть такой небольшой пляжик мы кстати даже не знали его существование но здесь есть и такое уютное небольшое гнездышко поэтому если вы поедете с кем-то парой вот так же только конечно не со славиком надо с какой-нибудь девушкой красивой в общем всем вам рекомендую пары поплыть сюда прям на фоне а доллара по загорать взять каячек не знаю сапборд здесь вообще волшебное место смотрите небольшой пляжик такой уютненький красивый с мелкой галькой с хорошим входом в воду ну и собственно с видом на фиолент скалы на эфигению на уроста и пилада вон смотрите там еще есть небольшая часть пляжика короче здесь очень уютно еще смотрите здесь остатки автомобиля поэтому всем вам рекомендация да и что делать когда приезжаете ставьте и на ручник машину и на скорость и камни под колеса показать чтобы она не укатилась да потому что вот эта машина как раз упала вот где-то оттуда смысл фиолет видимо кто-то плохо все эти все эти вещи кто-то не выполнил и в итоге его автомобиль оказался здесь но здесь уже местные я не знаю кто там местные авторазборщики до по залог как ездят тогда можно было на лодках ездить незакрытая территория просто приехали быстренько разобрали постарались да чтобы здесь осталось просто небольшое упоминание вода 15 градусов примерно греть для вас специально друзья когда вы приедете сюда через недельку через две водичка уже будет теплая я для вас ее обязательно согреть давай на раз два три давай давай мерять здесь собрались еще три раза вода ледяная реально я от воде стою у меня уже ноги сводит горит действительно круто горит на таком виде что не купался все приезжайте скажи погромче чтоб все слышали приезжайте в крым водичку я уже для вас согрел все выключай видео я покажу ребята поднялась волна вы же один раз чуть не перевернулись поэтому поход на крест откладывается хотя возле креста там волна не сильно большая потому что он а ну что друзья мы добрались до берега вышли уже на берег поднялась волна смотрите качает кстати на видео кажется как будто волна маленькая но там на самом деле возле скал просто огромная два раза нас чуть не перевернула поэтому мы решили не рисковать и уже закругляться на левую сторону не пошли к скале тоже не пошли и к поклонному кресту решили остановиться на пляже вот покажу вам немножечко пляж расскажу про цены да как видите людей здесь стало немножечко больше смотря на то что вода все-таки прохладно людей люди все идут идут и не останавливаются прошлый раз я показывал что здесь ребята собрали вот такую вот зону смотрите уже поставили телевизор поставили столики стулья и вечером здесь будут показывать кино также здесь барная стоечка насколько я знаю без алкогольные коктейли только никакого алкоголя короче вечером можно отлично провести здесь время поэтому вечерком заходите еще хотел бы вам рассказать а я же не сказал стоимость каяк каяки стоят 500 рублей час здесь цена фиксированная не такая как в балаклаве на 35 батареи сейчас как раз подойдем вот здесь вот к этому молодому человеку зовут его сергей нужно обратиться он вам даст консультацию научит вас плавать покажет как грести веслом до сергей вот звоните заранее занимайте каяки пока только двойные до завтра уже будут да еще скажи почем сап также 500 рублей час ну вот все спасибо большое сергею продолжать дальше пока так погнали дальше значит смотрите бунгало бунгало стоит 2000 день катамаран тоже мне прошлый раз я снимал так и не и не сказал сколько он стоит 1200 час шезлонги 300 рублей по теневым навесом плюс ко всему у ребят еще есть льготные скидки инвалидам первой и второй группы шезлонг бесплатный также бесплатно участникам и своего детям войны ну еще наверное какой-то категории вроде бы все рассказал а еще хотел сказать что катер с балаклавы сюда пока не ходит но в перспективе будет ходить пока не ходит вот опять же сергей сказал что когда собираются его все-таки водить и будет катер сюда плавать ну даст бог я не знаю может к середине июля появится вот такие дела друзья вроде бы все рассказал как видите пляж достаточно живой оживленных людей много и люди сюда приходят идут и идут и идут не останавливается ну естественно это один из самых красивых пляжей не только в севастополе ну и на всем побережье крым вот такая красота так но у меня в планах еще сходить на пляж каравелла на котором находится прекрасный грудь дианы так как мы на каяках туда сегодня не доплыли поэтому я решил что я все-таки спущусь по ступенечкам и покажу вам его освежим его немножечко в памяти то как-то ролик у нас какой-то неполноценно получается поэтому давайте сюда туда обязательно сходим кстати в прошлый раз я не записывал как мы поднимались как мы преодолевали эти ступеньки ну вот вы видите мое состояние я поднимался практически без остановок слайк где-то отстал это во время вступил на короче главная задача выбрать правильный темп неважно жарко холодно друзья вы будете идти чуть медленнее чем вам хотелось бы но зато вы будете идти не будут забиваться мышцы будет нормальное дыхание короче такой небольшой лайфхак а тот кто бежит вверх постоянно отдыхает с перед дыхом поднимать самая быстрая телепортация с яшмого пляжа на пляж каравелла но и собственно перед вами тот самый грот дианы история которого неотъемлемо связано с той же самой эфигенией ну и собственно артемидой храма артемиды и как говорят что именно в этом районе он где-то был и здесь приносили жертвоприношения скидывали людей как раз со скалы его туда вниз и проводили такой обряд и ритуал пляж каравелла называется так потому что сверху находится база отдыха каравелла собственно так и прилипло к нему название друзья но обратите внимание какого цвета вода здесь в этом районе голубая можно сказать лазурная эти и очень много там людей катаются на сабордах сейчас преодолеем где-то 650 ступенек спустимся вниз и посмотрим какая ситуация там я не знаю какие-то будут делать конечно после яшмова пляжа но я это сделаю обязательно друзья обязательно это сделают для вас кстати спуск пляжу очень оборудован посмотрите во первых здесь такая небольшая променадная зона для тех кто живет рядом рядом находится садовое товарищество луч смотрите все в балясинах честно говоря не знаю на чьи ресурсы все это сделано я думаю что скорее всего это люди садового товарищества также здесь и есть небольшая я не знаю кофейня лимонадная что это там короче можно купить попить и немножечко покушать цены вам не скажу друзья ну и мы начинаем наш пуск а вот так выглядит лестница по которой нужно спускаться также смотрите здесь такая прекрасная беседка для отдыха и беседка сказать можно сказать висит над пропастью видите сетка прозрачная постели на спускаемся ниже здесь лестница сама покруче чем на яшмова пляже но зато гораздо быстрее спускаться и подниматься хотя и не без усилий конечно же есть похожая лестница вернее было на царском пляже который находится с другой стороны грота дианы но там был сход оползня и тем самым лестница разрушена поэтому сейчас туда спускаться опасно хотя и возможно потому что жители там восстановили часть посмотрите здесь стоят такие сидения сделанные из поддонов где можно тоже хорошо отдохнуть ну и посмотрите вот этот шикарный балкончик наверное один из самых впечатляющих вообще здесь за 3 он тоже висит над пропастью он абсолютно сделан из железа и отсюда конечно же открывается один из самых шикарных видов на грот дианы смотрите здесь очень очень удачно можно сделать фотографии на память ну и конечно же просто постоять полюбоваться этим шикарным видом обратите внимание как люди здесь поднимаются еще хотел вам кое-что показать самое главное это подъем конечно же вот там снизу где собор стоит вот там наша конечная точка вот туда мы с вами должны дойти покажу вам небольшой участок лестницы по которой только что спускался она достаточно крутая вот обратите внимание вот особенно вот этих ребят которых здесь и некоторые части лестницы нависают прямо над пропастью поэтому когда мне говорят что на автобате очень опасная лестница там грозят обвалы и все остальное где гарантии здесь где гарантии на каравели здесь по моему одна из самых таких крутых лестниц вообще в целом в городе ну и конечно же давайте посмотрим на пляжик на этот маленький миниатюрный симпатичный но уютный пляж и как видите многие люди не купаются опять же просто загорают потому что вода холодная пляж практически не оборудован здесь есть по моему одна раздевалка небольшая общая вот она видите жестяная и все и больше здесь нет ничего есть еще аренда сабордов но это такое чистый заработок и соответственно вот такой еще помост здесь сделали в последнее время и поставили шезлонги шезлонги скорее всего тоже в районе 300 рублей с этой стороны абсолютно дикая часть на камнях где-то можно притулить положить полотенечко и загорать он там он дальше девочки видите прямо на камушке сидят он вот такой отдых здесь очень распространен а когда-то это был вообще полностью дикий пляж не было здесь никого не вот этих ребят с шезлонгами никого-то еще вот такая красота ну и друзья грот дианы поближе во всей своей красе у меня кстати шикарный ролик где мы со слайком плавали прям туда в грот на лодке подплывал здесь дядечка и сдавал в аренду лодку и мы туда плавали успешно но вот к сожалению на каяке нам сегодня не удалось сюда сплавать потому что запрет вот кстати цены у ребят на инвентарь шезлонг 250 рублей дешевле чем на яшмова на 50 рублей сад 500 рублей час с одного человека с двоих 800 рублей наверное какой-то есть сад на котором можно кататься вдвоем вода 50 рублей чипсы 200 круассан 100 мороженое 150 аренда камера хранения 1 час 100 рублей ласты сумки воды не проницаем оплата 100 разу штраф 500 рублей вот такие цены на каравели ну и вот собственно их инвентарь а кстати находятся они тоже в уникальном месте потому что когда-то это была шахта где должен был быть лифт и люди должны были спускаться прямиком с базового отдыха каравелла видите такая прекрасная конструкция он туда вглубь уходит такой длинный раньше это было просто свалка там сваливали мусор какой-то ну люди которые здесь отдыхали не совсем воспитанные сейчас вот ребята поставили ворота оборудовали и собственно там хранят свой инвентарь в общем вот такая вот красота здесь на каравели друзья очень интересный пляж согласен на любителя естественно нужно еще спуститься сюда для того чтобы сюда попасть но она того однозначно стоит давайте еще раз посмотрим окинем как говорят глазом и на этой прекрасной ноте на этой прекрасной ноте друзья мы уже с вами сегодня будем прощаться я очень надеюсь что вам понравилась сегодняшняя наша прогулка и вы обязательно поставите палец вверх а также напишите свой пламенный комментарий ну что ж друзья всех вас нежно обнимаю до хруста до новых встреч на канале крымский лоб всем пока